Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Основатель проекта Skyway дал большое интервью, в котором ответил на самые актуальные вопросы инвесторов. Публикации о проекте Skyway вышли в крупнейших ближневосточных изданиях Halidj Times, Gulf News, Construction Week и Dubai Lad. В ближайшее время проектная организация Skyway переедет в новое офисное здание в Минске общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На прошедшей неделе в беседе с главой информационной службы Skyway Михаилом Кириченко, изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий ответил на самые актуальные вопросы инвесторов. Как идет строительство в Объединенных Арабских Эмиратах и производство струнного транспорта в Беларуси? Сколько средств было инвестировано в ЗАО «Струнные технологии» и многие другие? В частности, Анатолий Эдуардович сказал, что уже в 2020 году планирует вывести струнный транспорт на мировой рынок. Кроме того, по заявлению генерального конструктора, компания уже начала процедуру зарубежной сертификации Skyway и в этом году покажет в Шарджи сертифицированный подвижной состав, который будет разгоняться до 150 км в час. Развитие проекта Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах продолжает освещаться различными медиаресурсами. За последние несколько недель о проекте написали порталы Construction Week, Dubai Lad, Halidj Times и Gulf News, а также струнный транспорт Skyway был представлен старшему торговому комиссару Генерального консульства Канады в Дубае и бизнес-консульству США в Объединенных Арабских Эмиратах. В большинстве публикаций упоминается, что первый этап развития проекта Skyway в Шарджи подходит к концу. И сейчас начинается второй этап. На втором этапе развития пассажирский и грузовой транспорт будет продемонстрирован на трассах длиной в 2,8 км в парке исследований, технологий и инноваций Шарджи. Завершить второй этап развития руководство проекта планируют примерно через шесть месяцев. Конструкторские бюро проектной организации Skyway переезжают в новое офисное здание в Минске. Девятиэтажный бизнес-центр СВ Плаза площадью в 12 тысяч квадратных метров перешел в собственность ЗАО «Струнные технологии». Приобретение нового здания связано с ростом численности коллектива компании-разработчика Skyway. Уже сегодня это более 50 структурных подразделений и около тысячи сотрудников. Переезд позволит компании сформировать научно-производственный кластер струнных технологий, улучшить коммуникацию между структурными подразделениями и снизить операционные сдержки за счет оптимизации арендных затрат. Параллельно проектная организация Skyway ведет строительство новых производственных объектов, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечить первые коммерческие проекты. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok